Время новостей Время новостей Хаос в украинских городах приобретает хронический характер. На этот раз доказательством тому стали криминальные разборки в Одессе. Там активисты правого сектора ночью совершили налет на местное игровое заведение в самом центре города. Как итог массовая драка с оборонявшими казино охранниками. Вскоре после начала стычки на помощь последним подоспели молодые люди спортивного телосложения. Это была группа поддержки администрации заведения. Именно ей и удалось окончательно пресечь попытки активистов правого сектора захватить здание. В ходе драки стороны применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Говорят мордой к стенке, руки вверх. Я говорю кто вы? Вообще говорю представьтесь пожалуйста. Он говорит что поломать его своему приятелю. И набросились на меня, кинули на пол, начали бить палками. В результате стычки трое человек из правого сектора получили серьезные телесные повреждения. Их товарищи частью спаслись бегством, а частью забаррикадировались в самом помещении казино. Примечательно, что вскоре после драки в бывшем офисе правого сектора прогремел мощный взрыв. По предварительным данным жертв нет, но очевидцы утверждают, на момент теракта в помещении находились люди. Мост через Чангарский пролив на границе Крыма с Украиной заминирован украинскими пограничниками. Произошло это еще несколько недель назад, но из-за того, что связи с украинскими службами не было, информацию не могли подтвердить. Впрочем, и сейчас на той стороне границы хранят молчание. На этих кадрах, снятых сотрудниками пропускного пункта Джанкой, видно, как люди в форме переносят тяжелые ящики и что-то устанавливают на опорных конструкциях моста. Официальные запросы ни к чему не привели. С той стороны границы ни ответа, ни привета. Лишь спустя три недели подтвердилась информация о том, что это была взрывчатка. Военнослужащие Украины осуществляли минирование моста, по которому ежедневно не менее тысячи человек пересекают российско-украинскую границу. При этом украинская сторона продолжает скрывать данный факт, несмотря на угрозу для жизни и здоровья граждан, пересекающих границу. Украинским коллегам направили официальное обращение с требованием разминировать мост. Однако ни документального ответа, ни тем более конкретных действий по обезвреживанию взрывных устройств не последовало. Несмотря на то, что именно граждане Украины составляют основную массу миграционного потока через границу. Мы информируем граждан, которые пересекают границу на данном направлении, что мост заминирован. Люди, получается, на свой страх и риск едут. В основном это граждане Украины. Опасности для жителей приграничья, которые находятся на территории Российской Федерации, нет. То есть только опасность для тех людей, которые пересекают границу. Разминировать мост своими силами российские пограничники не могут, поскольку заряды заложены на украинской стороне. Василий Шапкин, Время новостей, Ченгар. Крым-троллейбус. Ситуация стабильно взрывоопасная. Напомним, на днях на одном из крупнейших транспортных предприятий полуострова прошла забастовка сотрудников. Они два месяца не получали деньги за свой труд. Сейчас часть долг им уже вернули, но недовольство у людей осталось. Кто с кем борется и чем руководствуется, смотрите далее. Страсти после митинга сотрудников Крым-троллейбуса уже немного утихли. И теперь пришла пора более подробно разобраться во всех тонкостях жизни предприятия. Так сказать, без эмоций. Как обычно, большинство скандалов и противоречий случаются из-за денег. Так и здесь. Водители, механики, инженеры и прочие рабочие требовали зарплату за последние два месяца. Январь и февраль, которую им задолжали. Вот представьте ситуацию. Вот у нас работает семья, работает в парке. Отец и мать. Имея двух детей. Не получая два месяца, ни копейки. Теперь вторая сторона конфликта. Генеральный директор Валерий Заикин. Он уверен, не за зарплаты люди выходили, а чтобы устроить обычную провокацию. На Крым-троллейбусе якобы существует небольшая группа людей, которая и организовала забастовку. И даже не по финансовым причинам, а из-за своих непомерных амбиций. Наверное, кто-то хочет занять кресло генерального директора Крым-троллейбус, не имея на это никаких оснований. Ни ума, ни души, ни сердца. Хотя и не отрицает, зарплаты действительно не выдавались. Директор объясняет финансовое положение предприятия. За последний месяц Крым-троллейбус заработал с пассажиров около 14 миллионов рублей. А 21 миллион перевозчику до сих пор должно государство. Точнее, Министерство труда и соцзащиты за транспортировку льготников. И даже если сложить эти доходы, то все равно на зарплаты не хватит около 3 миллионов. А еще надо раскошелиться на запасные части и электроэнергию. Мы, когда просчитываем финансовый план, то мы по месяцу где-то до 15 миллионов имеем финансовый разрыв. То есть доходы и расходы, когда мы складываем, то получается, что нам не хватает примерно такой суммы. Но с другой стороны, почему эти проблемы должны волновать сотрудников Крым-троллейбуса? Они всего лишь хотят работать и получать за это деньги вовремя. Причем проблема-то не вчера появилась. Забастовки по одной и той же причине происходят на предприятии приблизительно раз в год. Как при Украине, так и сейчас при России. Возникает справедливый вопрос об эффективности руководства. Проблему с зарплатами за начало 2015-го пока решили. Но только частично, да и то в кредит. Деньги из министерства еще не дошли до Крым-троллейбуса. Их власти республики решили занять у банка и отдать людям январский оклад. А вот за февральские кровно заработанные пока ничего не известно. Про март вообще можно молчать. Если сложить это с обычным недовольством людей работой руководства предприятия, можно сказать, тут ситуация остается взрывоопасной. Поэтому вмешаться пришлось к главе республики Сергею Аксенову. Причем как на уровне Крым-троллейбуса, так и на Крымском. Организационные выводы сделаны из данной ситуации. Директор Крым-троллейбуса с 10-го числа уже покинет рабочее место. Будет назначен новый человек руководить этим подразделением. При этом, конечно, основная вина в этой части на министре финансов Ливандовском Владимире Петровиче, который знал ситуацию, знал о том, что напряженная картина. В прошлую среду получил прямую команду, то есть выплатить деньги. В пятницу было перераспределение бюджетных средств. Тем не менее, министр на эту ситуацию не реагировал. Министр финансов получил строгий выговор с занесением в личное дело. И это предупреждение, уверяет Сергей Аксенов, последнее. В этом году Крым-троллейбусу предстоит получить 150 новых транспортных средств и начать реконструкцию контактной линии. При таком большом объеме задач на внутренние разборки времени нет. Александр Губарев, Алексей Романов. Время новостей. Учет полян протеста на полуострове завершится уже к концу марта. Самозахваты уходят в прошлое. А нуждающиеся в участках крымчане активно регистрируются в электронной базе данных. Об этом заявил вице-премьер республики Руслан Бульбек в ходе рабочего визита в село Укромное Симферопольского района. Он уверен, земельный вопрос длиной в 23 года будет наконец-то решен. Два дня в неделю с 8 до 12 часов. Именно столько времени отвели участникам полян протеста на оформление документов. В Укромновском сельсовете многолюдно все хотят быстрее подать заявление на регистрацию в электронной базе данных. Теперь, когда самовольно занятые участки, сами репатрианты добровольно освободили, они надеются на новую землю. Но уже по закону. Несмотря на очереди, процесс подачи заявлений идет семимильными шагами. И, как уверяет сельский голова Укромного, граждане всем довольны. Ведь процедура оформления занимает не больше 10 минут. Идет все четко отработано, слажено. Осталось, да, действительно, где-то около 200 человек. В день мы принимаем в среднем где-то 70 человек. То есть, ну, две недели, и мы завершим полностью эту работу. Процесс постановки на учет и качество обслуживания граждан проверял вице-премьер республики Руслан Бальбек. Увиденным остался доволен. Из 870 человек, задействованных на полянах протеста в Укромном, 670 уже подали заявление. То есть, это говорит о том, что работа идет очень довольно-таки плодотворно. Осталось 200 человек. Я думаю, до конца марта мы уже будем иметь полную картину. Хотелось бы еще обратиться ко всем участникам полян протеста, чтобы активно шли, подавали заявления. Потому что чем быстрее будет сформирована база данных учета, тем быстрее мы сможем разрешить вопрос. Вице-премьер добавил, результат диалога власти и народа уже виден невооруженным глазом. 80% участников полян протеста решили легализовать свои участки и уже зарегистрировались в электронной базе учета. Светлана Иванова, Ситмимед Купчиев. Время новостей. Симферопольский район. С начала этого года в Крыму чистились случаи миграции налогоплательщиков из России. Таким способом недобросовестные предприниматели пытаются уклониться от выплаты налогов. Мошенники пользуются тем, что этот процесс крымчанам еще не знаком. За первые два месяца в республике выявлено более 400 таких случаев. Помимо того, что создаются условия для недобросовестной конкуренции, убытки несет и казна. В Федеральной налоговой службе уже предупредили, ответственность за такие преступления достаточно серьезная. А несет ее не только юридическое лицо. Граждане, сдающие свою собственность под такие лжепредприятия, также могут быть наказаны. Лица, которые могли быть пособниками, которые могли оказывать содействие в данных преступных замыслах, они тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности по 33-34 статье Уголовного кодекса. Это пособничество и сотрудничество. Но в данном случае наши уважаемые граждане, они несут риски, связанные с тем, что они являются собственниками и могут данную собственность потерять в результате конфискации, когда будут приняты судебные решения по данным фактам. Чтобы минимизировать риск, в налоговой службе советуют, прежде чем заключать договор, обратиться в территориальный орган этого ведомства за информацией. Специалисты установят контакт с тем субъектом федерации, с которого приходит фирма или бизнесмен, проверят, нет ли за ним налоговых задолженностей и дадут рекомендации касательно дальнейших действий. Крым может потерять известно далеко за пределами полуострова вино как бренд. А все потому, что согласно российским законам, крепленный сорт этой алкогольной продукции котируется как винный напиток. А ведь это определение относится к более дешевым аналогам продукта. Как это скажется на напитки с мировым именем, знают наши корреспонденты. Согласно вступившему в силу законопроекту о регулировании рынка алкоголя, все сорта отечественных вин теперь звучат по-новому. Так, например, самое знаменитое креплённое вино «Когор» теперь называется вином ликёрным. Сладкое и полусладкое вовсе перестали иметь своё название. Теперь все они – просто винные напитки. Владимир Барановский с разочарованием рассказывает, ни мировое имя, ни использование в производстве аборигенного винограда – закону не преграда. Качественная, хорошая наша продукция называется винный напиток. Это высококачественные вина, которые производят с аборигенных сортов. И они называются, которые имеют выдержку большую. Виноделы уверены, закон надо скорректировать. Ведь винным напитком считается лишь жидкость с характерным вкусом и добавлением спирта. Но никак не заслуженный крымский напиток. Тем не менее, виноделы не сдаются. Ведь сейчас власть в определённых моментах всё же идёт им навстречу. Получили финансовую поддержку от правительства Крыма по спецпрограмме. Порядка 37 миллионов рублей. Это была очень существенная поддержка. Мы посадили в прошлом году очередные 100 гектар молодых виноградников. Более того, сейчас законодательно введено понятие «географическое наименование продукта». То есть теперь, если на бутылке написано «крымское вино», это значит, что оно из винограда, который растёт только на полуострове. Это поможет избежать подделок. Сегодня мы сняли все вопросы по отрасли. Отрасль может смотреть с оптимизмом в будущее. Здесь никаких вопросов нет. Виноделы уверены, всё, что не делается, к лучшему. Они верят, что закон относительно переименования продукции для Крыма всё же будет пересмотрен. А сейчас они в основном заняты подготовкой к предстоящему сезону и приводят в порядок виноградные сады. Козни и интриги против непокорного полуострова. 5 марта 2014 года знаменовалось новым информационным наступлением на Крым со стороны официального Киева. В то же время оперативники СБУ получают приказ арестовать лидеров республики. А на границе с полуостровом вводится особый пропускной режим. Подробности в спецрепортаже Юлии Орловой. Власть должна быть целостной, сильной и понятной народу. В ней должен вспыхнуть прожектор, освещающий самые тёмные и угрюмые углы либеральной оппозиции, где белеют скелеты миллионов замоченных ещё в 90-е граждан. Эта бесхитростная, но ставшая, наконец-то, очевидная мысль всё больше овладевала умами крымчан в мартовские дни минувшего года. Тем более, что в Киеве суд Шевченковского района скоро и немилостиво постановил задержать главу республики Сергея Аксёнова и спикера Верховного совета автономии Владимира Константинова. Оперативным работникам службы безопасности Украины дано поручение доставить граждан Аксёнова и Константинова в суд с последующим заключением их под стражу. Высока была чрезвычайная вероятность разных провокаций. Мы очень хорошо были информированы о том, как происходит захват власти в Киеве. Мы имели множество источников информации. Мы знали о них, о их планах, знали точно, так сказать, о том, что они собираются делать. Слава Богу, мир не без добрых людей. Нам это всё из Киева сообщали. Они брали неделю на то, чтобы привезти в багажник имени Аксёнова и так далее. Мы чётко дали понять, что мы будем находиться с людьми от начала до конца этого процесса и готовы взять на себя ответственность, какую взяли. Ведь при всём уважении к нашим соратникам на тот момент искали только Константинова и меня. То есть, как бы, в данном случае мы находились в розыске, на нас были санкции по аресту в Киеве выданы. Поэтому в данном случае основную, так сказать, угрозу, свой адрес, это принимали мы вдвоём. Каким образом это чудное постановление могло быть реализовано и кем, если к тому времени все подъезды в Крым были блокированы ополченцами из народа, остаётся только выяснить. А украинская пограничная служба, изобидевшись и затаив хамство, моментально ввела особый пропускной режим для тех, кто решил посетить непокорную республику. Впрочем, для эмиссаров из особо чтимых, национально озабоченными жителями Великой Украины организаций, члены которых любят порассуждать о нетолерантном отношении и отсутствии демократических институтов, где бы то ни было, им визиты на полуостров не возбранялись. Ну, нас, как вы понимаете, не очень интересовали их положения и оценки. Мы на тот момент видели перед собой ту силу, которая из-за кулис дирижировала и, по сути, была инициатором, наряду с Соединёнными Штатами, инициатором государственного переворота в Украине. Поэтому воспринимать этих еврочиновников, особенно после того, как они кинули, я другого слова не могу подобрать, кинули президента Януковича, воспринимать этих людей как партнёров по переговорам мы не могли. У нас не было на тот день никаких оснований, мы не могли им доверять. Еврочиновники не рассчитывали на такую более чем прохладную реакцию на их визит на полуостров, тем более, что либеральное средство массовой информации, пенис и клокоча от ненависти уверяли своих нанимателей, что абсолютное большинство крымчан не видят себя никем, кроме как гражданами Украины. А в реальности крымская мистерия навсегда развела уже почти российский полуостров, с евро и прочими доброхотами по разным углам – политическим, геополитическим, мировоззренческим, религиозным. Юлия Орлова, Александр Сафонов, Анатолий Скорик, Катерина Вискунова и Юрий Рябов. Специально для Первого Крымского. Крымчан теперь будут просвещать. В Симферополе создали региональное отделение российской организации «Общество знания». Ее председателям единогласно избрали декана философского факультета КФУ Юрия Катунина. Главная задача членов общества – лекциями прививать патриотизм к культуру и рассказывать об истинных фактах нашей истории. Состав организации объединит этой целью известных ученых, писателей и артистов. «Общество знания», начиная с 1947 года, было одним из самых многочисленных в Советском Союзе. Но во времена перестройки распалось. Теперь же ее отделения возрождаются по всем регионам России. Эту инициативу полностью поддерживают в Общественной палате Республики Крым. Я думаю, что Общественная палата должна поддержать это общество. И может быть в будущем, когда мы будем формировать Общественную палату следующего созыва, «Общество знания» как общественная некоммерческая организация будет участвовать в формировании Общественной палаты. В Симферополе выберут крымскую красавицу. 9 марта в Государственном академическом театре Республики состоится традиционный конкурс красоты и культуры. В нем примут участие 24 крымчанки, представляющие 11 национальностей. Девушки будут радовать зрителей вкусными блюдами, приготовленными собственноручно, приветствиями на родных языках, а также выходами на сцену в свадебных платьях. Крымская красавица уже стала настоящим брендом. Десятый юбилейный конкурс будет особенным хотя бы по той причине, что его организаторы сделали акцент не только на красоту участниц, но и на их национально-культурное многообразие. К тому же в арк-комитете сделали еще один шаг навстречу индивидуальности девушек. Этот конкурс отличается от большинства подобных мероприятий тем, что участницам не обязательно иметь высокий рост и стандартные параметры моделей 90-60-90. Главным параметром для отбора является, в общем-то, приблизительное собственное понятие о красоте девушки, то есть если она уверена в себе, если она считает, что достойно сможет представить национальность, если она владеет хотя бы элементарными навыками родного языка, потому что у нас это обязательный конкурс, как представление на родном языке. Ну, в общем-то, и самое главное – желание работать и быть конкурентоспособной. Конкурсанток представят в четырех номинациях. Главную – мисс «Крымская красавица» выберет жюри, мисс «Дружба» определят между собой девушки на тайном голосовании, а судьбу титулов – мисс «Зрительских симпатий» и мисс «Интернет» решат поклонники женской красоты в зале и на сайте мероприятия соответственно. Финансовую часть вопроса закроют Государственный комитет по делам междунациональных отношений и частные спонсоры. 400 тысяч – это бюджетные средства, а внебюджетные – трудно посчитать, потому что там есть подарки, оценить этот подарок, ну, как бы не совсем логично, поэтому где-то, я думаю, что, в общем, наверное, где-то 700-800 тысяч – общий бюджет. Кроме традиционной короны и зрительских восторгов, победительницу ждет еще один сюрприз – она может стать лицом Крыма. А это множество рекламных контрактов и популяризация республики на всякого рода официальных всероссийских и международных мероприятиях. Конкурс «Крымская красавица» пройдет в Симферополе 9 марта в Государственном академическом театре республики. Начало запланировано на 18.00. Артем Артеменко, Алексей Романов. Время новостей. Кто больше читает, тот больше знает. Сотрудники Республиканской библиотеки имени Франко вместе со студентами и читателями устроили флешмоб с целью популяризировать чтение книг. Мероприятие проводилось в центре Симферополя и собрало немалую аудиторию. Подробности знает Эдуард Здоров. Библиотека Франко – ваша библиотека! Это не первая акция, организованная сотрудниками библиотеки имени Франко. Подобные мероприятия уже проводились по всему городу и имели единую цель. Чтобы привлечь внимание, ну прежде всего, конечно, молодежи к книге чтению, сегодня проходит флешмоб. Мы хотим показать, что книга жива, живет, библиотеки работают, формы работы у нас разные, интересные. Сегодня в флешмобе будет участвовать молодежь, сотрудники нашей библиотеки. Поучаствовать во флешмобе пришли не только сотрудники и постоянные читатели библиотеки, но и простые обыватели. Кто-то узнал о мероприятии от друзей, кто-то в социальных сетях. Но впечатления у всех положительные. Этот флешмоб доносит до людей именно важность книги. И я тоже захотела принять участие, чтобы каждый понял, что это необходимо. Нужно ходить в библиотеку, которая здесь рядом с нами расположена, и читать книги. Хотелось поучаствовать, так как народ у нас сейчас, вы сами знаете, сидит в интернете, ничего не знает, ничего, в принципе, книги в руках не держит, только электронные гаджеты какие-то. Как бы хочется принести в народ классические литературные издания. Чтобы обратить внимание крымчан на важность чтения, организаторы планируют провести еще не одну такую акцию. Тем более 2015 год объявлен годом литературы в Российской Федерации. Эдуард Здоров, Олег Черемисин. Время новостей. Сборная Крыма Сборная Крыма поучаствовала в чемпионате России по восточным боевым единоборствам. Один из масштабнейших внутренних турниров нашей страны собрал в общей сложности порядка тысячи спортсменов из 49 регионов. В такой большой компании крымские спортсмены не затерялись, отметившись сразу несколькими достижениями. Продолжит тему Валерия Назирян. Сборная Крыма Крымская команда изначально приехала в Москву не в качестве туриста. Опыт декабрьского выступления в розыгрыше Кубка России позволял рассчитывать на награды. Старательные, целеустремленные, ну и самое главное спортивно наглые. Явный пример наш призер, ну немножко покалечился, есть ушибы, ссадины и все-таки он вышел на бой и получил свой результат. И действительно выступление 11-летнего Даниила Чепеля по праву можно назвать героическим. Юный спортсмен с честью преодолел все препятствия и даже почти сумел забраться на вершину пьедестала почета. Сил не хватило только на финал. Мой соперник был левша, а я правша. И у нас неудобные стойки были для атаки. В копилку Крыма серебро среди юниоров добавила Ильяс Умеров, а Никита Куренев отличился бронзой. Среди взрослых отличным выступлением порадовал Юрий Сидомонидзе. Он стал вторым, выполнив, к слову, норматив мастера спорта. Такой всероссийский вояж у наших мастеров получит продолжение. Совсем скоро они выступят на Кубке Кавказа, а там придет черед и других соревнований национального масштаба. Валерия Назирян, Андрей Псум, Время новостей, Москва. Сегодня в 20.00 в прямом эфире нашего телеканала смотрите совместный проект Первого Крымского и ТВ-ФМ. Ток-шоу Марии Волконска «Все как есть». В студии обсудят проблему завышенных цен и длинных очередей на полуострове. Не пропустите, будет интересно. И пока это все новости к данному часу, но мы не прощаемся с вами и продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин